Свыше 54 километров дорог в Самаре привели в порядок в 2020 году. Большая часть из них, а это почти 42 километра, отремонтирована благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Еще почти 13 километров сделаны дополнительно. Так полностью преобразились в текущем году пять дорожных объектов, на которых выполнен комплексный ремонт. Это улицы Мичурина, Победы, Старозагора, а также участки улиц Ленинской и Арцебушевской. На этих двух улицах работа, согласно двухлетнему контракту, продолжится и в следующем году. Кроме ремонта дорожного покрытия, строители уложили тротуары, заменили бортовые камни. На трассах появились новые дорожные знаки и яркие пешеходные переходы. Для удобства маломобильных граждан сделали пандусы, плиточное покрытие тротуаров с тактильными элементами для слабовидящих горожан. Полосы уширения появились на самых загруженных перекрестках, например, на улице Старозагора, на пересечении с улицами Советской армии, Димитрово, Нововокзальной. К работам бригады приступили в апреле. В первую очередь брали в работу улицы, истории или названия которых связаны с Великой Отечественной войной. В год 75-летия Великой Победы структурной составляющей национального проекта является проект «Улица Победы». В Самаре особое внимание в этой части было уделено улицам Победы Карбышева-Фадеева. «Теплая осень», говорит, подрядчик, сыграла на руку, и потому получилось не только закончить к намеченному сроку, но и сделать больше, чем планировали. На участках работали 200 человек одновременно, как днем, так и ночью. Все работы по проезжей части, по покрытиям, по асфальту были завершены в нормативные погодные условия до 1 ноября. И благодаря тому, что погода позволила дальше работать, мы смогли выполнить часть работы, которая планировалась к выполнению в следующем году. Это 4 квартала по улице Арцебушеской. Времена диктуют свои правила, но на дорожном строительстве пандемия коронавируса не отразилась. Разве что организационной работы прибавилось, рассказывают подрядчики. Обработка техники специальным противовирусным веществом, составление графиков работы для строителей так, чтобы не было большого скопления людей в раздевалках и закупка средств индивидуальной защиты. Самарцы оценили результаты работ этого года. Очень рада. Город изменяется постоянно. К лучшему. Сами самарцы принимали участие в преображении города. К их идеям прислушивались как в начале ремонта, так и в процессе. Например, когда в порядок приводили дорогу на Ленинской, жители домов в округе активно высказывали свои предложения. Благодаря чему там появились дополнительные парковочные карманы, отремонтированные въезды во дворы, скорректированные тротуары. Мы ориентируемся на карту ОНФ, ориентируемся на жалобы жителей и на поручения губернатора и на предписание от ГИБДД. Жители активно участвуют при ремонте дорог, присылают нам свои замечания, на которые мы реагируем и стараемся все поправить. Все участки приняли, за их состоянием заказчик и подрядчик продолжают следить. В настоящее время замечаний у кураторов нет. Гарантия на покрытие, отремонтированное в ходе комплексного ремонта, составляет пять лет. На ремонт большими картами два года. Улицы Старозагора и Победы отремонтировали по контракту жизненного цикла. Это значит, что после окончания строительных работ подрядчик еще несколько лет обязан следить за состоянием дороги. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.